Здравствуйте, я видел что нас приветствует Солнечный Кисловодск это очень приятно солнышко не везде сейчас хватает но надеюсь что настроение мы сегодня сделаем достаточно солнечным а потому что мы говорим об активных формах работы на уроке немецкого языка на основе УМК вундеркинде плюс для 10-11 классов а я недавно был на тренинге по личностному росту и там чтобы разбудить аудиторию как-то ее активировать на какие-то действия на усвоение чего-то нового тренер вначале предложил сделать такую смешную гимнастику которая мне попалась первый раз все мы знаем вот это детская когда по голове нужно крутить в одном направлении а по животу в другом а здесь это было нечто иное там нужно было хлопать в ладоши а разводя ладоши делать сначала вот так а при следующем хлопке соответственно наоборот и оказалось совсем не просто если попробуете убедитесь что на скорости это делать достаточно сложно но просыпаешься достаточно быстро поэтому если кто-то еще сейчас может быть после тяжелой рабочей ночи или после тяжелого уже рабочего дня если у нас звук во времени чувствует себя усталым можете попробовать в общем то совсем не грех конечно такие вещи делать и на наших уроках и иногда это делать получается какие такие разминки разогревающие я стараюсь смотреть какие-то новые вещи в интернете достаточно много есть для разогрева веселых хороших упражнений коротеньких которые в общем-то создают и настроение и включают ребят в работу поэтому активность на разогреве это конечно первое что можно сделать я уверен что многие из вас что-то такое делает если поделитесь будем очень рады пишите пожалуйста из каких вы городов это всегда очень интересно и очень приятно это нам важно знать и во время вебинара тоже это реально помогает понять насколько большая у нас страна и насколько хорошие большое дело мы с вами делаем меня зовут валерий мордовия привет соседи я родился самарской области меня зовут валерий я не первый вебинар провожу по вундеркиндом провожу него с практической точки зрения с точки зрения практика человека который работает непосредственно с учебно-методическим комплексом поэтому возможно не будет очень больших методических откровений но какие-то практические наработки практические советы или проблемы с которыми я сталкиваюсь я с удовольствием озвучу поделюсь с вами с нами а санкт-петербург костромская область курск москва 1748 привет 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 всем очень рады всех слышать и надеемся что мы сегодня хорошо поработаем я предлагаю ну а себе буквально пару слов услышать если кто еще со мной не знаком у меня два образования переводческой педагогической с языком работаю фактически там активно с третьего курса институт это уже много лет имея европейскую сертификацию по коммуникативному обучению стараюсь повышать квалификацию регулярно вот в данный момент только что прошел очередной очередной раз курс обучения на экспертов еды готовились к комиссии этого года работаю в лице и высшей школы экономики преподаю немецкий язык и базовый и углубленный уровень порядке первого и второго языка сейчас у меня там четыре группы вот пара слов обо мне таким образом нам присоединилась какая сигура цейногорск как круто и так как мы построим наш разговор краткая презентация учебно-методического комплекса в целом для тех кто с ним не знаком затем освежим в памяти варианты активных форм работы по видам деятельности поговорим о том зачем они нужны и сколько их вообще-то нужно на уроке немецкого языка это такой вопрос который на который приходится себе отвечать потому что есть различные точки зрения на этот счет кто-то считает активной формы работы добавкой к основному процессу кто-то старается делать на них акцент в общем зачем и сколько вешать граммах как говорится я буду очень рад и признателен вам если вы что-то на эту тему напишите а потому что это как раз тот момент где мы можем что-то друг другу подсказать и порекомендовать и поделиться чем-то в отличие может быть от каких-то других вещей там где мы с вами тренируем там драматику в упражнениях и так далее там тоже есть возможность так сказать для творчества но она наверно менее представлена до прилива поэтому я был бы очень вам признательно если вы какие-то комментарии замечания по ходу дела будете соответственно здесь размещать чате мы посмотрим затем на возможности учебно методического комплекса и поговорим о примерах из моего опыта я постараюсь поделиться своими любимыми формами активной работы которые которые постоянно применяю ну и соответственно хотел бы показать вам итак начинаем вундеркинде плюс 10 11 класс я работаю по этому учебнику полтора года у меня соответственно прошли прошел уже и 10 и вот сейчас 11 класс заканчивает работу по этому учебнику вот так он выглядит с обложки вот так выглядит учебника рабочая тетрадь 11 класса и я не устаю повторять что я работаю с этим учебником с удовольствием есть конечно как у всякого нового издания какие-то моменты которые будут наверное улучшаться но я подчеркиваю что меня очень устраивает и принцип коммуникативно направленного обучения что у нас продуктив каждом уроке что есть готовое решение на урок вы можете реально построить урок полностью исходя исключительно из материала учебника и там будет тренировка абсолютно всех для данного урока предусмотренных навыков в правильной прогрессии и справа с правильным выходом из рецептивов продуктив мы уже много говорили об этом учебнике и не только мы но и его составители авторы выступали конечно и все это можно посмотреть я со своей стороны как практик рад что есть большой аудиокурс с высоким качеством дикторской речи что язык современные живой безусловно что предусмотрена тренировка к егэ и в отдельных блоков и интегрированы эти упражнения в каждой из уроков тоже их можно использовать и для тестов и для соответственно работы по закреплению материала учебник воздушные достаточно красивые цветовые решения сегодня мы будем говорить о возможностях для активной активной работы причем не слишком будем акцентировать внимание на творческих формах работы потому что это будет посвящен наш следующий вебинар 14 марта где мы будем говорить о проектных и творческих формах работы сегодня больше поговорим об активных формах работы в целом их представим включая эти и может быть какие-то подвижные вещи которые добавляют активности в урок рассмотрим исходя из опыта вот то что я хотел бы хорошего сказать об учебнике я не все озвучил но написал здесь вот гораздо больше вот то что подтверждает мои слова это разворот учебника с его достаточно воздушной структуры с цветовыми решениями с легкостью определенной в подаче с выделением блоков которому мы привык привыкаем например здесь лексическая разгрузка выделена желтым цветом и мы уже с учениками привыкли что это лексические опоры которые нам помогают при решении той или иной задачи они как правило расположены рядом вот так вот выглядит упражнение в рабочей тетради рабочая тетрадь большая ее хватает реально намного можно селективно подходить и давать определенные задания можно прорабатывать весь блок рабочей тетради и тогда упражнений хватает на все время работы над темой это однозначно могу утверждать вот примеры блока подготовки к егэ здесь все знакомые нам материалы присутствуют все виды упражнений вот продолжение этого же блока подготовки к итоговому экзамену вот пример тематического блока в данном случае это блок искусства в одиннадцатом классе с предложением и описать фотографии сравнить фотографии и высказать мнение комментарий и ответить на вопрос о том что такое абстрактное искусство и даже провести эксперимент вот мы будем об этом говорить когда будем разбирать творческие задания достаточно разнообразные материалы безусловно представляет этот учебник есть из чего выбрать это продолжение блока искусства вы видите вот опять лексическая соответственно разгрузка лексические опоры для того чтобы можно было что-то описать здесь соответственно задание на чтение с различными высказываниями и аудио задание по теме искусства достаточно большое с вопросами на общее и детальное понимание хорошее сложное задание как видим блок вот один тематический блок насыщен всеми возможными видами упражнений есть действительно есть из чего выбрать и работать с этим удобно обязательно присутствует в начале каждой темы активная лексика которая будет закрепляться в данной теме она предшествует материалам и затем уже тренируется в различных упражнениях вот продолжение иллюстрация тому что я говорю возможности для проведения дискуссии и сразу же даются соответственно лексические опоры и задание одно в формате ЕГЭ письменное одно в формате ЕГЭ устное для того чтобы можно было тренировать эти навыки и по ходу тоже майндмэпы присутствуют за что я тоже признателен есть возможность делать ассоциограммы в рабочей тетради есть возможность делать их непосредственно на уроке мы этой возможностью пользуемся это реально хорошее относительно новое наверное средство которое очень хорошо продвигает и очень хорошо помогает нам ну и я попытался здесь вот как то сгруппировать виды деятельности которые мы используем в наших интерактивных формах обучения во-первых конечно соревнования и игры это понятно конкурсы турниры викторины дуэли там или батлы эстафеты игры на объяснение настольные игры деловые игры в деловых играх это например конкурсный отбор или экспертный совет или собеседование то есть это блок в котором представлены соревнования и игры сразу оговорюсь что мы о многих этих вещах говорили когда обсуждали возможности тренировки продуктивных навыков фондеркиндерный плюс поэтому что-то может быть слегка повторится но немного что-то можно посмотреть в записи конкретно про продуктив на эту тему тоже достаточно много проведено уже вебинарах и авторами учебников и я проводил какие-то вебинары с точки зрения практики дальше вид деятельности поиска и анализ информации здесь проектная работа мозговой штурм интервью репортаж имитация публичных мероприятий ток-шоу теледебаты пресс-конференции аукционы творческие задания естественно естественные инсценировки ролевые игры концерты здесь же написание стихов и подобные вещи взаимообучение презентация материала проверка работ зачеты ну и конечно не будем забывать про такие важные форматы как использование видеоматериалов и песен в частности песни как творческое задание тоже будем рассматривать и разбирать на следующем вебинаре по творчеству задания на интерактивных платформах я сегодня упомяну о паре платформ которыми я пользуюсь которые дополняют учебно-методический комплекс сразу скажу что я не пользуюсь практически другими это конечно зависит от группы от тех каких-то проблем которые может быть есть у отдельных учеников но в общем и целом учебно-методического комплекса хватает чтобы не обращаться к каким-то дополнительным например грамматическим пособиям когда не хватает такое случается мы это делаем но так чтобы прям параллельно шло какое-то грамматическое например пословие или лексическое это точно не нужно и поэтому я дополняю работу с УМК исключительно заданиями на интерактивных платформах естественно это и не только платформы интерактивные но и например СМИ там Deutsche Welle в первую очередь конечно как вы понимаете но упомяну сегодня о паре интерактивных ресурсов именно онлайн ну теперь вопрос зачем да зачем я сам по себе человек получивший образование в очень традиционной школе естественно и в средней затем в институте это была наша безусловно очень сильная грамматически переводческая школа которая признана которая очень хороша и безусловно возможности для активной работы на уроке в том понимании в котором сейчас мы об этом говорим они были достаточно ограничены и я не скажу что я не выучил немецкий язык но должен признать что выходили мы за исключением там может быть какого-то количества человек с очень слабыми продуктивными навыками и сейчас та же ситуация повторяется с детьми которые к нам например приходят из других школ великолепное знание грамматики отличное знание таблиц но достаточно слабое знание владения языком именно практическое и поэтому конечно мы в первую очередь должны говорить об активных формах работах работы на уроке с точки зрения вовлечения ученика в процесс с тем чтобы он овладевал навыками продуктива и я думаю что вот здесь какие-то активные формы работы заменить достаточно сложно но почему еще я вот здесь пометил изменение готовности к обучению как следствие информационного потока действительно год от года и все быстрее нагрузка информационная посыл рекламный информационный который обрушивается на голову учеников да и нас с вами он растет и поэтому на самом деле хотим мы этого не хотим но назовем это так традиционные формы обучения они вызывают отторжение буквально на подсознательном уровне у людей которые на которых рушится этот информационный дождь информационный ливень безусловно мы должны принимать расчет и то что есть запрос на развлечение он есть в принципе то есть это сейчас подтверждается исследование буквально вот вчера было 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 информация об исследовании высшей школы экономики в отношении подростков если вот это вот поколение z существует оно или не существует да так называемое в виде спойлера скажу что нет не существует кому интересно посмотрите пожалуйста очень интересные выводы но безусловный запрос не только подростков но и студентов не только студентов но и взрослых учащихся во всех областях на развлечения он идет он формируется просто жизнью и с этим просто ничего нельзя сделать на данный момент может быть и не нужно поэтому сопротивляться этому наверное бессмысленно я присутствовал на очень интересном семинаре где выступали достаточно серьезные люди занимающиеся образованием и мне запомнилось из одного из заступлений именно то что запрос на развлечение по их должен включаться обязательно в каждую в каждую учебную программу поэтому активные формы работы удовлетворяет вот этому запросу дальше не знаю как у вас у нас у меня конкретно идет борьба за предмет за предмет немецкий язык в головах наших учеников в головах наших учеников в их распорядке дня в их том достаточно небольшом времени которое остается на то чтобы выполнить домашние задания на то чтобы повторить что-то на то чтобы подготовиться контрольным я реально вижу что эта ситуация другая чем была тогда когда мы учились например когда у меня было столько-то часов получалось выделить столько-то часов на это столько-то часов на это сейчас ученик это практика вот с которой я сталкиваюсь на протяжении всех последних лет преподавания вынужден делать вывод и от того насколько эффективно хорошо и интересно он будет работать на уроке немецкого языка будет зависеть будет ли совершен выбор в голове его в сторону нашего предмета поэтому я рассматриваю активные формы работы как в том числе и борьбу за предмет а здесь у нас как раз есть огромные козыри огромные козыри потому что мы в силу нашего предмета который направлен на освоение речевых навыков мы можем избежать монотонии мы можем монотонию разбавить в отличии наверное от физиков да и математиков и я думаю что грех просто этим не пользуется вот еще почему активные формы работы дальше активация за счет физической активности и смены обстановки мне пришлось это на своем опыте почувствовать когда я проходил курс достаточно большой интенсивный в рамках европейской сертификации по обучению для взрослых и вот это постоянная смена обстановки в классе постоянная смена твоего положения вставания приседания бегания подойти к доске отойти от доски собраться в группу разделиться на группы разойтись в разные стороны класса я на себе почувствовал насколько это активирует и на самом деле дети поначалу может быть этому сопротивляются привыкнув к традиционной форме работы но после месяца двух работы в таких форматах использование таких форматов хотя бы частично они уже относятся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся и делают это с удовольствием более того зачастую когда мы садимся в традиционную посадку долго в ней сидим они сами начинают каким-то образом предлагать чтобы мы подвигались поэтому я думаю что активные формы работы важны еще для этого физическая наша активность не в смысле конечно потерь а в смысле менять наше положение в классе менять наше положение по отношению друг к другу менять сидячее положение на положение стоя и так далее это все очень активирует мозг и очень активирует их возможности усвоить наш материал дальше активные формы работы я заметил и это не мое изобретение это подчеркивает все кто более глубоко исследует эту тему дает возможность дает возможность учесть разноуровневость в группе потому что разные виды способностей и возможностей у детей развиты разные у них соответственно и уровень навыка но в тех или иных формах работы они начинают проявлять себя где-то лучше кто-то вдруг рисует кто-то вдруг представляет и конечно кто-то вдруг угадывает потому что у него к этому тоже талант и это конечно дает очень хорошую групповую динамику это разрушает разделение на сильных и слабых и тем самым дает возможность и поверить себя ученику и главное усвоить таким образом то что ему не удается усвоить при других видах занятий поэтому вот эти дополнительные опции для тренировки пардон вот эти вот реализация потенциала для разноуровневого состава группы я считаю это очень важно ну и наконец мы когда проводим урок в так называемой активной форме или интерактивной форме мы естественно сами как учителя занимаем другое положение в классе мы вместо вот этого положения что я учу а ты принимаешь я сверху на тебя вещаю а ты запоминаешь мы уходим в сторону туда где нам вообще-то положено быть а именно на позицию ассистента и помощника когда решаются задачи в активных форматах мы находимся рядом мы не находимся перед учеником поэтому я считаю что в этом смысле активные формы работы крайне важны оставаясь один на один с предметом и с коллегами с которыми вместе ты осваиваешь этот предмет ученик ведет себя совершенно по-другому чем когда он имеет ситуацию я передо мной учитель а за его спиной предмет поэтому активные формы работы крайне важны и я собственно не знаю согласитесь вы с этим или нет считаю что мы не можем уже даже сейчас говорить о том что есть традиционные формы работы и активные формы работы мы не можем сейчас подходить к этому так как подходил мой учитель физкультуры в школе который говорил вот мы сейчас подтягиваемся отжимаемся там бегаем еще что-то делаем а потом у вас пять минут поиграть в баскетбол вот мы собственно этих пять минут поиграть в баскетбол сдали как манна небесная естественно и всячески пытались отлинивать от всего остального в общем в итоге всего что учитель физкультуры я собственно собственно освоил то только баскетбол потому что мне это было интересно все остальное увы нет прошу прощения маленький технический сбой сейчас я вернусь на наш слайд то есть я хочу сказать что урок по определению должен быть интерактивным и все а традиционные так называемые формы работы они должны либо уходить домашние задания либо они должны занимать соответствующее место в те которые просто не могут не быть занимать соответствующее место в уроке и это место неглавенствующее это вот моя позиция на этот счет здесь есть нюанс и на самом деле я думаю этот нюанс главный в том почему многие учителя старает так все есть так проекты на самом деле я в таких случаях лукав когда я говорю не все время у меня нет недостаточно времени для того чтобы подготовить достаточное количество правильных активностей активных форм на урок, чтобы весь урок или его 80% были интерактивны. Если бы оно у меня было, я бы так делал, и усвоение материала было бы лучше. Это мое абсолютное убеждение. Поэтому нарабатываем постепенно. Наработки из года в год множатся и ширятся, и таким образом и процент интерактивности в уроке у меня лично растет от года в год. И поэтому это выход, это путь. Но я не буду лукавить и говорить. Ну, это игры хорошо, но таблицы лучше. Я не буду, потому что я не верю. Таким образом, мой вывод, который вот сегодня я хотел бы вам представить, он вот такой. В каждом активном уроке есть доля традиционного урока, а не наоборот. На самом деле, как раз учебник Хондеркинде Плюс дает достаточно много возможностей для того, чтобы реализовывать именно вот эту интерактивность, эту вовлеченность, проактивность учеников. И дает эти возможности в каждом блоке, в каждом уроке. Ну, для примера рассмотрим вот тему, прям первую тему 10 класса. Я здесь слева сформировал поводы или ситуации. Мы знаем, что речевой повод это, собственно, ветер, да, который надувает паруса урока. И если повод скучен, неинтересен, если ситуация высосана из пальца, то, конечно, этот ветер слабоват, паруса могут опуститься. Какие здесь вот поводы и ситуации, я просто перечисляю то, что предлагает УМК. Я здесь даже ничего не додумываю. Предложение турагентств, сравнение комментариев, воспоминания о каникулах, планирование поездки, любимые виды отдыха, сервис в отеле, фотографии, национальные блюда, отдельно Сочи, жемчужина, столица Олимпийских игр. Символы и типичные сувениры, маршрутка, как феномен российской жизни, поездки без родителей и с ними, и специфика молодежного отдыха. Это все возможности для наших с вами ситуаций работы, речевых ситуаций, которые предлагает УМК в одном только единственном блоке, первом блоке, касательно каникул и отпуска. Теперь какие форматы, формы в этом блоке предлагает, опять же, УМК. Я, опять же, ничего пока здесь от себя не добавлял. Продажа и покупка турпакета. Здесь есть предложение сделать звонок, мы его записываем на диктофон. Здесь есть предложение сходить в турпакет. Естественно, что мы можем от себя добавить, это, например, мой любимый формат минглинга, так называемый, когда идет вот это упражнение по классу, и есть, соответственно, пять минут на то, чтобы партнеры пообщались друг с другом и затем сменили партнеры, обязательно стоя, обязательно переходя друг к другу по классу, и учитель, который незаметно мониторит этот процесс, оказывая незаметную помощь, не доминируя, а поддерживая. И здесь вот есть возможность эту продажу турпакета сделать таким образом, что есть покупатели, есть продавцы разных турпакетов, и в итоге кто-то продаст, а кто-то нет. И вот таким образом, достаточно лексическая разгрузка для этого дается ОМК, примеры диалогов тоже есть, выходим в продуктив, делаем вот такую активную форму работы, как минглинг, работа в парах со сменой партнера с активным передвижением по классу. Дальше, что предлагает ОМК в данном тоже модуле, это описание и угадывание истории по фото. По фото, значит, в учебнике даются фотографии, естественно, предлагается, тоже ОМК предлагает личные фотографии принести и показать, и идет предложение угадывания истории по фотографиям, которые ты подобрал для своего партнера. То есть нужно угадать, что произошло, где произошло, где находится это, каким образом произошло. То есть такой вот достаточно интересный формат, который ОМК предлагает в данном модуле. Рассказ об отпуске предлагается с критикой, то есть конкретно с какими-то вещами, которые не понравились. Естественно, это не просто воспоминание, когда ученик без уточненной задачи работает с данным форматом. Здесь идет предложение что-то разобрать, покатиковать и сделать отзыв. И это, таким образом, дополняющая вещь, которая усиливает, посыл усиливает данную задачу, на речевую ситуацию. Дальше. Составление программы поездки. ОМК предлагает составить программу поездки прямо по часам, по дням для поездки в Россию, в конкретный или город по выбору. Здесь мы это делаем в виде пирамидальной дискуссии, когда сначала работает пара, затем работает мини-группа, и потом класс приходит к компромиссу по программе для иностранцев поездки по России на определенное количество дней, с определенным количеством достопримечательностей, активностей и так далее. И, естественно, на уровне мини-групп идет презентация. Одна мини-группа презентует свою программу поездки другой. Это большая работа, хорошая работа, и фактически здесь фронтального урока вообще нет, но ученики это делают с огромным удовольствием. Сочинение невероятных историй об отпуске предлагает ОМК и дает для этого соответствующую помощь. Хорошо, интересно получается. Комментирование стереотипов о России, здесь тренируем комментарии. Формулирование советов для приезжающих в Россию, информация по сувенирам. При этом рабочая тетрадь помогает сделать задание про не только матрешку, балалайку, но и про самовар, и про остальные интересные вещи, которые типичны для России, например, даже деревянные ложки, как сувенир, и от которых можно рассказать. Групповая дискуссия, понятно, что не без нее, предлагается поездку с родителями или без. Ну и составление и оформление рекламного проспекта. Это, соответственно, уже проектная работа. Она делается в конце модуля, когда уже мы потренировали лексико-драматические структуры, когда мы разобрались, а что, собственно, у нас входит в тему, и каким образом можно продавать и предлагать какие-то туристические продукты. Вот после этого идет составление и оформление рекламного проспекта. Естественно, здесь можно делать конкурс и нужно делать конкурс. Это как раз одна из активных форм нашей работы, соревнования и конкурс. И мы таким образом подстегиваем энергию, подстегиваем инициативу. Дети сами же голосуют за лучший рекламный проспект анонимно. Таким образом, этот лучший рекламный проспект выбирается, и его авторы получают творческую оценку. Естественно, отличную. Вот некоторые примеры материалов из УМК для активных форм работы. Слева пример диалога на вокзале. Должен сказать, что очень хорошо подобрана здесь лексика без перебора по тому, как мы покупаем билеты, что нас интересует. И все активное и настоящее. Типа, и так далее. Все есть. И даже, и все есть. Все из живого языка, из нормального. И после этого мы тренируем покупку, соответственно, билета в разных ситуациях, диалогах. То есть, уже дается ситуация с некоторыми отклонениями. И продавец билета знает о том, как должен и может протекать маршрут. А у путешественника есть определенный запрос, который ему нужно выполнить. Справа вы видите предложение по теме, поработать по теме, как сделать хобби профессии. И здесь, соответственно, это идеальная часть урока, которая позволяет совместить рецептив с продуктивом. То есть, мы даем здесь рецептивное задание на чтение или аудирование, которое вводит в тему хобби и работа, или работа как хобби и наоборот. После этого идет короткий опрос о том, как это выглядит в семьях. И очень с большим интересом люди рассказывают, что папа работал менеджером, а теперь работает столяром. И кто-то там еще какие-то вещи совершил в своей жизни в этом смысле. И после этого предлагается уже самому ученику сформулировать, возможно это или невозможно в его конкретном случае и поделиться этим с другими. Вот возможности по блоку мода и одежда. Здесь мы сейчас как раз приступаем к этому блоку в изучении. Я просмотрел уже этот блок, познакомился с ним, сделал уже определенные выводы. И вижу, что для активной творческой работы здесь реально очень много чего можно сделать. Я надеюсь 14 марта уже поведать, что мы сделали в творческом смысле с этим блоком. Благо ОМК дает для этого достаточно много посылов и инициирует кое-какое творчество. Здесь собеседование. И теме собеседования, делового разговора, деловой беседы в 11 классе уделено весьма большое внимание. Я знаю, о чем сравниваю. Я достаточно много по этой теме старался работать всегда с ОМК немецких издательств. И честно сказать, мне не очень хватало концентрированной подачи материала. Именно концентрированной подачи материала. Мне кажется, что здесь вот эта задача решена на очень хорошем уровне. Она вписывается в то, как я понимаю и вижу работу с деловой беседой. И подготовки к собеседованию, его проведению и так далее двух сторон. Мы активно это используем. Что касается активных форм здесь, то они, естественно, напрашиваются. Это и представление себя комиссии. Это и индивидуальное собеседование, когда два ряда сидят друг напротив друга. И претенденты пересаживаются слева направо, меняя, соответственно, партнеров. Меняется тот, кто принимает на работу. И меняется тот, кто устраивается на работу. Это вот активная форма, которая не в паре просто за партой происходит, а на двух рядах стульев. Люди меняются собеседника. В итоге принимается определенное решение. Решение принимается в каждой активной форме работы. И это очень здорово, потому что это жизнь. Мы таким образом формировали уже и экспедицию на Марс. И были большие споры, не отказаться ли от повара в пользу представителей более древних профессий и так далее. Но, короче, проходит интересно, проходит весело, проходит всегда с большим азартом. Мы при этом используем те лексические аккоры, которые дают для этого учебник, те форматы. Но я еще работаю с Quizlet активно. Туда наполняю лексику из учебника обязательно по данному модулю. И свою лексику, которую я считаю, что ее необходимо добавить, таким образом чуть-чуть побольше получается. Ну, я просто из своей практики иногда кое-что добавляю. И получается достаточно хорошая тренировка. О Quizlet я упоминал, когда мы говорили про лексико-грамматическую тренировку, про тренировку лексико-грамматического навыка. Я пока альтернативы в онлайне данной платформе не знаю, лично для себя. Ну, теперь, если не возражаете, поделюсь каким-то опытом по тому, как мы работали с учебно-методическим комплексом Вундеркинды на протяжении этих полутора лет. Что я лично люблю применять из активных форм, опираясь на материал учебника. Вот этот пример – это наш открытый урок с просвещением, который был уже достаточное время назад. Его можно посмотреть на YouTube. Где мы проводим игру, она у немцев называется «Аляди». То есть речь идет о том, что если ты относишься к категории людей, о которых упоминают, то ты должен встать и поменять кодексу. Здесь вот описано, каким образом эта игра строится. В данном случае мы работали с перфектом по лексическому материалу темы 1, как раз в Вундеркинде плюс 10 класс. И мы таким образом фактически закрепляли знания лексики, пройденные по данной теме. Для тех, кто не играет, на самом деле очень советую это очень хорошо делать и в середине урока. Можно регулировать формат по времени, делать длиннее, для того, чтобы переходить из блока в блок, чтобы встряхнуться, чтобы активироваться. Отличная штука. То есть учащиеся сидят на стуле в полукруге или круге, один ученик стоит в середине, ему как бы не хватило места. Мы задаем вопрос, ведущий задает вопрос, например, И кто еще не заказывал, подозревая, что и, наверное, тот, кто не понял вопроса, может быть, да? Ну, что же делать, да? Встает и должен захватить, сесть на освободившийся другой стул. Естественно, тот ученик, который стоит в центре, должен сесть, ему хочется сесть тоже. И он старается это сделать, меняется таким образом человек в центре. Очень активно, ушки на макушке и важно услышать вопрос. Вопросы иногда бывают смешные. Мы здесь, вот в этом открытом уроке, там я задал вопрос, Вяхатхойт, но Кайнен Гусенгезе, ни одна девочка чуть не встала, не побежала, что вызвало, конечно, тоже бурю эмоций. Можно отрабатывать, соответственно, претеррии таким образом, можно отрабатывать перфект целенаправленно по разной лексике, можно отрабатывать именно лексику отдельных материалов, активно, весело, в движении, хорошо. Дальше, что я еще очень люблю, правда, с разным успехом у меня это проходит, потому что класс на класс не приходится. Это из разряда того, что связано с рисованием, так я вот условно назвал, это вот мы проводили недавно по глагольным структурам, по теме любовь и дружба, там, где у нас были отношения, там, соответственно, вундеркинде предлагают потренировать фиастопрепозиционы, то есть устойчивые предлоги. И мы, пользуясь этим случаем, потренировав в рабочей тетради эти фиастопрепозиционы, потренировав их на онлайн-платформе тоже, соответственно, где-то там было 88 глаголов, которые мы тренировали уже более-менее интенсивно, те, которые грех просто не знать на уровне B1+, с твердыми предлогами. Ну и здесь вот мы что провели? Каждый участник получил у нас карточки, где были написаны глаголы, и должен был по памяти на эту карточку написать пример с правильным управлением, с правильным предлогом на этот глагол, Троенен фон Айнерайден, фон Инференен и так далее. Естественно, если у нас тема была «Любовь и дружба», то тут вы увидите, люди использовали в основном про отношения, потому что мы были в этой теме. После этого он на большом листе, на формате А3, рисует эти 5-7 структур, пытаясь их каким-то образом передать, изобразить. Естественно, мы даем шанс, когда потом идет угадывание, ему и объяснить то, что он нарисовал, потому что не все же талантливо рисуют. И в этом случае он объясняет, не называет слова. Участники ходят по классу, отгадывают значение данной иллюстрации, и на чистой карточке, соответственно, понимая, что это «Hoffen von Dativ», пишет «Hoffen von Dativ» и кладет на эту картинку. То есть тут, конечно, задача и угадать, задача и правильно конкретно с формальной точки зрения выступить, то есть форму вспомнить, корректно написать. Впоследствии каждый участник на своем поле открывает эти карточки, поясняет, что он хотел сказать в иллюстрации. Естественно, это весело, когда кто-то принимает рисунок за совсем другое значение, чем автор хотел это выразить, или получается спор, что можно было трактовать и так, и так. То есть достаточно активно это проходит, и мы видим, кто как проголосовал, заодно, соответственно, мы с вами и проверяем, как усвоен материал. Мы это использовали для контроля усвоения, и видим, в какой степени все-таки материал усвоен, нужно ли дополнительно еще тренировка или нет. Вот здесь у нас мы видим один рисунок должен был означать «шульцайн андатив», девочка вот написала «фэдгиб мяшатси». Кто-то, правда, здесь решил, что здесь по емандам фюэдвасен шубеден. Ну, на самом деле, скорее всего, даже еще лучше. Да, он угадал, чем было задумано. Ну, и вот в этой ситуации это очень хорошо, да, возникают, соответственно, и парные ассоциации какие-то. То есть мы работаем в определенном поле уже семантическом. Дальше. «Du sollst muti». Ну, вот здесь это было, оказывается, «schrein auf jemanden». Ну, как бы вот, наверное, может быть, личный опыт какой-то. А вот это вот с «Oh, mein Gott» – это «glauben und dativ». На самом деле, проблем вот с «glauben und dativ» как раз не возникло, а совсем мало проблем возникло вот с этим рисунком в правом углу, конечно, где нарисован цветок и «duft» – это «richen». «duft» – это «glauben und dativ». То есть такая вот викторина активная. Я на самом деле даже зачел ее как контрольное задание своим. И, в общем-то, не вижу в этом никакой проблемы, да, что они для разнообразия контрольное провели вот таким образом. Оценка в итоге получилась выше, но поскольку я в целом тяготею к строгости, то я рад, как бы, иногда сделать какой-то подарок своим мученикам, любимым. Вот что касается данной формы, которую мы сейчас использовали на основе в «Underkind» в 11 классе, либо в «ЦИН». Дальше, что у нас здесь мы тренировали лексику на тему компьютер и техника. То есть это в рамках «Технический прогресс» у нас есть там разворот, где мы знакомимся с компьютерными терминами в том числе, и есть много текстов на компьютерные термины. Это, конечно, актуальная вещь. Соответственно, здесь мы играли двумя командами. Одна команда сидит сейчас вот со стороны снимающего, и представитель другой конкурирующей команды показывает карточки с лексикой, а команда, которая играет против, это вот четыре девочки, соответственно, одна спиной к показывающему, и три. Здесь трое разъясняют, и игрок угадывает. Естественно, это все раундами идет, игроки меняются. Здесь мы что еще сделали на эти карточки? Вся лексика, естественно, из учебника. На эти карточки мы добавили изображение человечка иногда. В этом случае это пантомима. То есть надо изобразить клавиатуру, или даже хокладн, рунталадн в виде пантомима. Там еще другую технику заодно повторяем. Очень смешно показывали инфа-аштюль, как в пантомиме. Но я не догадался, как показывали фа-аштюль снять на видео. Не думаю, что это будет реально так круто. То есть вариант активной формы пантомима и объяснения на основе лексического материала учебно-методического комплекса в виде вот таких вот карточек, которые делаются один раз и потом используются, соответственно, в разных классах. Это вот из последнего, из недавнего, из того, что мне нравится по настроению, и мне кажется, по эффективности тоже очень хорошо, потому что объяснение, да, элиситинг, так называемый вот этот вот, это вообще одна из лучших форм, конечно, закрепления лексики, когда ученик сам пытается объяснить через другие формы. Дальше. Здесь у нас грамматический аукцион. Я, если кто-то вдруг видел вебинар по тренировке, по-моему, это у нас, да, в лексике грамматики мы проводили вебинар по тренировке лексико-грамматических навыков с Фонделькинде Плюс, и там подробно этот аукцион показан. Здесь я только о нем упоминаю. Это очень хорошая вещь, шикарная, потому что она, во-первых, на том этапе, когда раздаются листочки со структурами, а там часть структур ошибочных, а часть правильных предложений, это может быть и лексика, и грамматика, то ученики, понимая, что они сейчас будут играть на деньги, да, как бы, у них бюджет всего там 5000 рублей, которые им желательно не профукать. Они совсем по-другому относятся к контролю данных предложений. Они реально вдвоем, эта команда, которая этим бюджетом распоряжается, играет против других команд, они реально в данный момент очень внимательно смотрят на предложения, которые там написаны. гораздо внимательнее, чем какие-то другие моменты работы с такими видами задач. И, естественно, они отбирают те, которые, по их мнению, правильные, спорят при этом, отбирают, и потом борются за эти предложения, чтобы купить максимальное число именно правильно, и не купить неправильно. Кто-то там, кто не первый раз уже, когда мы проводим это второй раз, там люди уже понимают, что можно еще и глиповать, можно подначить другую команду, чтобы она все-таки купила это предложение. То есть выступить сначала со своей 100 рублями, потом 200 предложить, и потом та команда уйдет на 600, а мы ушли в сторону и радуемся. Ага, предложение это было с ошибкой. Естественно, вот эта вся эмоция потом при разборе правильных и неправильных предложений еще остается, и вот это вот, ох, ну надо же, ой, ну что же такое, мы же говорили, я же тебе говорил, и так далее, да. Это все позволяет, ну, нейропизиологически, конечно, на совсем другом уровне закреплять какие-то грамматические или лексические структуры. Я вот эту именно форму очень люблю. Использую ее два раза в год. Бывает, что в начале года используем для того, чтобы повторить что-то из предыдущего материала. То есть когда у нас блок повторения предыдущего уровня, это очень хорошо использовать. И что еще важно, туда можно и нужно брать предложения из работ детей. То есть у меня уже набрались для аукционов вот этих вот предложения именно типичные. Когда ты уже замечаешь, что вот одну и ту же ошибочку делают многие постоянно, она типичная, да. Мы включаем ее в эту аукцион из работ, которые уже корректировались и контролировались. Кто-то вспоминает, ага, точно, у меня же была такая ошибка. Кто-то вспоминает, что мы ее разбирали. Кто-то не вспоминает и второй раз попадается. Вот такая вот вещь, грамматический аукцион. И здесь просто для тех, кто, соответственно, у нас не смотрел, это я покажу просто начало его, кусочек, чтобы вы поняли, как он проходит. И они издаваны. Добро пожаловать в следующий раз. Добро пожаловать в следующий раз. Соответственно, два текста из учебника, например, да, он размещается на стене, участники разбиваются на пары. Один сидит в удалении за столом, а другой бегает туда-сюда и по кусочкам шоу потом негромко переносит, продиктовывает этот текст сидящему. Понятно, что мы этим самым еще раз работаем с тем же самым текстом, который мы уже в блоке чтения проработали. Но мы с вами понимаем, что работают другие каналы, и это активная форма работы, дополняющая, ну назовем так пассивную, по тому же материалу. И, безусловно, в качестве закрепления, в качестве усвоения это очень хорошее дело. В середине текста игроки меняются, чтобы другой уже диктовал, а второй записывал. Тут важно и правильно писать, а тот, кто диктует, еще проверяет, что тот, кто пишет, правильно записывает, да, потому что потом будем смотреть и на ошибки тоже. Он-то помнит, только что видел это слово, а тот, если неправильно написал, он его поправляет. Иногда даже для этого возвращается, бежит еще раз к тексту, возвращается и заново это слово приносит, потому что у него сомнения были, как оно пишется. Это, естественно, очень весело и динамично. На самом деле у меня есть опыт игры такой в лауфтик-тоатре со взрослыми, не менее весело и не менее динамично. Но дети есть дети, как бы, да, понятно, что они это делают с особым изяществом. Задача перенести текст быстрее и точнее других команд, с чем все справляются по-разному. Кто-то быстрее, но не так точно. После этого мы вывешиваем на доску результат и оригинал, висит по-прежнему, и конкуренты ищут ошибки, пытаясь уличить конкурирующую команду в том, что они все-таки их сделали, или где-то не точно передали текст, или где-то наделали много ошибок ортографических или другого плана. По итогам, естественно, у нас идет, мы подводим итог содержательный и форм подводим итог грамматический, да, что, может быть, неправильно было сделано грамматически. Очень хорошая форма работы, как еще раз хочу сказать, она дополняет работу пассивную над тем же материалом. Злоупотреблять, конечно, ей, может быть, и не стоит, но это можно проводить чаще, чем аукцион. Там три раза в течение года это вполне себе хорошо, или один раз в течение четверти даже, это тоже вполне нормально. Зависит от того, насколько это хорошо заходит. Вот форма, которую я люблю и постоянно практикую, хотел вам ее тоже продемонстрировать. Дальше упомяну о том, что дополнительно я притаскиваю, да, и дополнительно, может быть, использую каким-то образом, где-то адаптирую, где-то нет. Если говорить про игры в принципе, то, конечно, это настольные игры потихонечку накопились, вот вы видите, в углу. Но не все они по уровню нормально подходят каждому классу, естественно, да. То есть, Активити, например, это вообще по хорошему счету такой хороший B2. Поэтому что я делаю? Я использую, если группа действительно очень сильная, или это факультатив высокого уровня, допустим, мы используем в оригинале Активити. А так я время от времени делаю лексику по теме на карточке. И мы просто пользуемся данной игрой полностью с этим колесиком, с этими, там, кубиками, с этим полем цветным и так далее, да. Но карточки у нас вместо этого по теме, там, реумвельт, например. И команда точно так же объясняет своему игроку, как и у нас вы объяснял, как вы эти, да, Elias, Активити, вы, наверное, все эти игры знаете, точно так же объясняет вот эти вот термины. То есть, настольные игры, конечно, чаще к концу года, чаще в порядке, там, уже, когда перед каким-то праздником или так далее. Но, тем не менее, настольные я не выбрасываю и пользуюсь. Это сейчас про дополнительные материалы. Говорим, да, КОНК. И если говорить про активные формы работы с точки зрения интерактива онлайна, то, конечно, мой абсолютный фаворит здесь – это Learning Apps, где можно создавать самому очень легко и очень хорошо материалы. Последний раз мы тренировали склонение прилагательных, множественное число, все вот эти байды, визы, вельчекайны и так далее, на Learning Apps, на скачках. Играя, соответственно, ребята играли друг против друга. Что касается вопроса использования на уроке или не на уроке, на самом деле, конечно, если на уроке по теме, в том числе и отсутствие доступа к сети или же мобильных устройств у детей, то в этом случае это можно задавать на дом, и это очень хорошая форма домашнего задания, которая чуть веселее, чем заполнение пробелок в рабочей тетради. Если критически относиться к тому, что выкладывают там коллеги, то достаточно много хороших материалов существует и от коллег со всего мира, на минуточку. То есть это хорошая штука, но еще раз говорю критически, потому что иногда какой-то там учитель, который достаточно высокого мнения о себе, размещает достаточно много материалов, которые забил эти ошибки. Поэтому проверять надо. Ну и такая вещь, как Kahoot, наверное, многим известно, это вариант коллективной игры команд друг против друга. Вещь хорошая и интересная, загляните, если кто не знает, я на самом деле, честно говоря, использовал всего два раза за последние вот эти несколько лет, потому что относительно недавно познакомился, и руки не дошли кое-что подготовить. Но собираюсь еще подготовить пару штук, и во всех группах обязательно хотя бы иногда практиковать. Вот это то, что я хотел вам показать в отношении каких-то дополнительных ресурсов, которые у нас есть. Ну, я буду рад, если вы зададите вопросы какие-то или прокомментируете что-то. Я еще раз хочу подчеркнуть, что активные формы работы, по моему мнению, должны превалировать на уроке в той степени, в какой мы, как учителя, можем себе это позволить. Я хочу еще раз подчеркнуть, что учебно-методический комплекс у Вундеркинда Плюс дает достаточно много и поводов, и речевых ситуаций для того, чтобы работать активно, чтобы мы с вами говорили поменьше, а ученики побольше, чтобы играть, чтобы творить и проектировать. Приглашаю вас на разговор и 14 марта тоже по творческим и проектным заданиям. И желаю вам всем, чтобы настроение у ваших учеников на уроке было, как вот у девочки на этом видео. На этом наша презентация закончена. Огромное вам спасибо. Я сейчас посмотрю, что у нас в комментариях. Интересуется, где заказать ОМК для всех классов. Окей, закажу обязательно. Хорошо. Спасибо и вам большое, Светлана, Татьяна, Наталья. Спасибо большое, что слушали. Желаю вам дотянуть до каникул, желаю вам дотянуть до летних каникул, сохранив энергию и настрой, хорошей работы. Большое спасибо всем. До свидания. Продолжение следует...